Всем привет дорогие друзья, с вами я Аксенанзас и сегодня мы поговорим о правильных отводах для создания большого количества стаков всех кемпов. Также я покажу каждый хитбокс отвода, но и обсудим время отвода, плюс закрепим это все дело небольшими фишками. Видео получилось очень информативным, поэтому ребятки досматривайте его до конца. Пожелаю всем приятного просмотра и поехали. Итак ребята, первый кемп у нас имеет вот такой вот хитбокс и этот кемп можно отводить как наверх, так и налево, но я рекомендую отводить его наверх, потому что тут более удобнее это все делать. Сейчас примерно покажу как. Когда вы берете, отходите вот сюда и атакуете, на 53 секунде примерно отводите их наверх и смотрим какой результат у нас получается. Кемп удачно застакан, и так можно застакивать до 5-6 кемпов, но это нужно очень сильно попотеть. Следующий кемп находится рядом, у него имеется вот такой хитбокс и я этот кемп рекомендую отводить тоже наверх. Направо отводить его очень тяжело и налево также его можно отводить, если вы срубите деревья. Эту фишку покажу чуть-чуть позже. Этот кемп нужно атаковать примерно где-то так же, на 53 секунде и тогда у вас успешно застакается этот кемп. Давайте посмотрим как я это делаю. Отвожу, халжу и смотрю что у нас получилось. Кемп успешно заспаунен. Давайте сейчас срубим деревья и посмотрим, как этот кемп можно еще подстакивать. Данный кемп в левую сторону стакается очень хорошо, поэтому, чтобы достичь хорошего результата в 4 и больше кемпов без особых усилий, достаточно атаковать на 53-54 секунде и будет вот такой результат. Следующий кемп у нас имеет вот такой вот большой хитбокс и этот кемп я рекомендую отводить в левую сторону, а не вниз. Но вниз также можно отводить, если это второй или третий стак, но нужно изрядно попотеть. Для того, чтобы отвести этот кемп, нужно ударить на 52-53 секунде и отвести влево. И тогда у вас получится очень хороший результат, вы сможете застакать один раз. Следующий момент, как я рекомендую еще отводить. В случае, если вы хотите добиться более высокого результата, рекомендую отводить вправо, но при этом вы должны срубить вот эти деревья для того, чтобы улучшить проходимость крипов. Тем самым вы добьетесь хорошего результата в виде 5-6 стаков. Легкий кемп у нас имеет вот такой вот простенький хитбокс. И этот кемп я рекомендую, ребятки, отводить либо вниз, либо наверх. Да, именно, либо вниз, либо наверх, срубив вот эти вот деревья. Это я покажу чуть-чуть позже. Данный кемп лучше всего, конечно же, отвести на 53-54 секунде вниз. Стравить его скрипами на лайне, также можно еще для дополнительного подфарма и, так сказать, ноу-дэмэджа. И, конечно же, зафармливать вместе скрипами, которые пришли с лайна. Тем самым улучшить свой левел и поднять свое золото. Это очень простенькая фишка, которую юзают, в принципе, везде на ранней стадии. Ну, а если вы хотите добиться очень большого количества стаков на легком кемпе, то рубим эти деревья. Атакуем крипов примерно где-то на 53-54 секундах и у нас получается легкий кемп. Вот так вот, друзья. Следующий кемп у нас имеет вот такой вот примерный хитбокс. И это очень большой хитбокс. Рекомендую отводить вправо, влево или вниз. Очень простенько отводятся они и сейчас отведем вниз. Берем, атакуем примерно где-то на 52-й секунде, на 53-й и убегаем вниз. Можно убежать еще ниже, в левую сторону деревьев. И мы получаем вот такой вот результат. Один раз стакнули. Также не забывайте, что можно еще отвести и направо. В случае, если у вас не больше, чем 3 стака. Иначе у вас ничего не получится. Следующий кемп это у нас эншенты. Эншенты имеют вот такой вот примерный хитбокс. И данные крипы, конечно же, легко отводятся и вправо, но если вы хотите один раз отвести, либо вниз, рекомендую отводить именно вниз. При этом важно учитывать специфику крипа, как вот этот крип. И ударяем на 52-й секунде, отводим вниз и получаем хороший результат. Также я рекомендую, в случае, если вы хотите добиться большего результата, срубить вот эти ненужные деревья. Тем самым сократить время прохождения крипов, чтобы они друг друга сильно не блочили. И вы сможете добиться наиболее лучшего результата. Следующий кемп это кемп эншентов за скоржей. Он имеет вот такой вот хитбокс. И данный кемп я рекомендую отводить наверх, нежели чем влево. При этом атакуем примерно на 53-й секунде и идем по дальней траектории. Для того, чтобы создать более большой коридор для прохода крипов. Если вы будете отводить, идти строго по вот этой вот стеночке, то крипы будут блочить сами себя. И вы, скорее всего, не успеете простакать. Поэтому важно идти по раскрытой левой стороне, для того, чтобы увеличить этот большой проход. Но можете подрубить вот эти два дерева еще. Так что, вот такая тема, ребятки. Пользуйтесь. Следующий кемп у нас имеет вот такой вот большой хитбокс. И этот кемп можно отводить как влево, так и наверх. Но я рекомендую отводить наверх. Конечно же, атакуем где-то примерно на 53-й секунде и получаем вот такой вот хороший результат. Оп, и крипчики заспаунились. Можно также еще отводить и налево вверх. Но налево вверх отводить немного тяжелее, потому что там большое расстояние хитбокса. Все-таки вверх самый импакт, ребятки. Поэтому отводите наверх. Но еще очень часто эти кемпы соединяют с левым кемпом, стакая их посередине. И, в принципе, все успешно получается. Следующий кемп у нас имеет вот такого, друзья, хитбокс. И этот кемп можно отводить наверх и, конечно же, вправо через деревья. Там достаточно срубить несколько деревьев. Давайте отведем наверх. Атакуем на 54-й секунде и выводим вверх. Тем самым, конечно же, легко стакая данный кемп. Очень легко получилось. Но если вы живы, не успеваете, конечно же, отвезти один раз, то рекомендую срубить либо вот тут одно дерево, либо вообще прорубить вот такой большой проход и выводить вправо. Тем самым добиться большего результата, чем вы могли бы себе представить, выводя наверх. Следующий кемп у нас имеет вот такой вот хитбокс. И этот кемп можно выводить как наверх, так и направо. Но справа немного тяжелее, потому что справа узенький коридорчик. И крипы будут блочить сами себя. Атакуем данных крипов на 53-54 секундах и выводим наверх. Тем самым, очень хорошо стакаем. Если вы хотите добиться очень большого результата в стакании именно этого кемпа, рекомендую вам выводить его именно наверх. Тут большой коридор, нежели чем справа. Следующий кемп у нас имеет вот такой вот хитбокс. И данный кемп можно отводить направо, можно отводить наверх, либо же вот сюда вниз, срубив несколько деревьев. Но лучше, конечно же, для отличного результата отвести крипов наверх. Ударяем на 53-54 секундах и ведем вверх. При этом вы можете стравить нейтралов с крипами, которые выходят на лайне. Тем самым, не зафармливая своим телом, а зафармливая телом крипов. Вот срубив вот эти вот, ребятки, деревца, также можно отвести. И, конечно же, если у вас нет времени, то улучшить результаты. Очень часто эти два кемпа стакают вместе, где-то примерно посередине. Ну а крайний на сегодня у нас кемп имеет вот такой вот хитбокс большой. И этот кемп можно отводить вправо, отводить наверх, влево-вверх или влево вот сюда, срубив вот эти два деревца. Атакуем данный кемп, ребятки, на 53-й секунде, уводим вправо или же наверх. Но я чаще всего увожу либо вправо, либо наверх, нежели чем в другие стороны. И, конечно, стакаем. Получается хороший результат. Также давайте срубим вот эти два дерева. И покажу, что крипов этих можно вывести вот сюда на лайн. Тем самым, стравить их с вот этими крипами, которые выходят и просто не танчить своим телом, а заставить других крипов потанчить своим телом. Также этих крипов можно вывести еще и наверх, вот сюда вот к лайну, чтобы крипы другие, которые идут, также могли потанчить вместо вас. Но еще добавить вот этих крипов сюда и получится вообще огромная фарм-контора. Так что, ребятки, пользуйтесь и, конечно же, пожелаю вам хороших стаков, друзья. На этом будем заканчивать видео. Что ж, уважаемые, надеюсь, данное видео вам было полезно и вы досмотрели его до конца. Обязательно поставьте лайк, ведь я старался. И, конечно же, пишите свои комментарии. Может, у вас есть какие-то вопросы, и я на них постараюсь ответить. На этом, друзья, все. Желаю вам огромных, больших стаков. Спасибо всем за просмотр. С вами был Xenazos и до скорого.